Как связать перчатки крючком для начинающих видео-схемы. Чтобы связать перчатки крючком, воспользуйтесь следующей схемой. Процесс вязания достаточно длителен, вам придется приложить много сил, но результат вас порадует. В следующей части описания вы узнаете, как вязать пальцы для перчатки крючком. Как связать ажурные перчатки крючком – схема с описанием. Ажурные перчатки – отличное украшение. Их можно носить в прохладную погоду, но на сильный мороз они не годятся, в них будет очень холодно. Для осени или весны такие перчатки – лучший вариант. Смотрятся они потрясающе с модными пальты и обувью. Если вы решили отдать предпочтение ажурным перчаткам, ваш образ должен быть заранее идеальным. Каждая мелочь в нем должна быть на своем месте. Такие ажурные перчатки вы сможете связать самостоятельно. Воспользуйтесь схемой ниже, чтобы сделать такую вещь. А вот еще одни очень красивые перчатки и схема к ним. Как связать детские перчатки крючком – схемы. Детские перчатки можно связать с помощью крючка, не обязательно использовать спицы. От взрослых перчаток они отличаются только размерами и цветовой гаммой. Обычно перчатки для детей делают более яркими, добавляют какие-либо рисунки, но это не обязательно. Описание вязания. Соберите цепочку, состоящую из воздушных петель в количестве 42 штук. Далее свяжите манжетку по схеме поперечной резинки. Высота манжета не менее 5 см. Свяжите столбиками без накида 4 см. 10 петель сохраните для вязания большого пальца. Провяжите 2-3 см до основания пальцев. Теперь поделите количество петель на 4. Нитями разного цвета провяжите каждый палец по отдельности, используя для этого столбики без накида. Как только заметите, что вы дошли до места, где палец начинает сужаться, переходите к убавлениям. Чтобы правильно это сделать и не потерять петли, свяжите каждые два столбца в один. В последнюю очередь свяжите большой палец по той же схеме. Вторую перчатку вяжите в зеркальном отражении. А вот еще одни красивые детские перчатки для девочки. Данная модель бежевого цвета. Основная работа выполнена по двум схемам. Мужские перчатки крючком схема с описанием. Мужские же перчатки отличаются простотой исполнения, сдержанностью и строгостью стиля. Цветочки и рюши вы тут не увидите, а вот прямые линии или однотонная покрытая приветствуются. Сегодня мы будем вязать такие перчатки для представителей сильного пола. А теперь пошаговое описание. А вот пример разноцветных мужских перчаток. Модель выполнена в определенных тонах, поэтому не смотрится вычурно. Мужские перчатки цвета хаки в светлую полоску. Отличный пример того, как должны выглядеть перчатки для сильного пола. Если вы все выполнили правильно, то теперь у вас есть пара добротных мужских перчаток. При желании вы можете связать еще несколько экземпляров, они никогда не будут лишними. Женские перчатки крючком схема с описанием. Женские ажурные перчатки то, что будет модно всегда. Никогда элегантность и грация не будут отвергнуты, поэтому данные схемы были актуальны много лет назад и будут актуальны еще десятилетия. Сегодня мы научим вас создавать такую красоту. Описание вязания женских ажурных перчаток крючком. Итак, как вы уже поняли, любые перчатки крючком вяжутся примерно по одной схеме. Поэтому, воспользовавшись ею, вы сможете связать перчатки по своему вкусу. А мы приведем несколько интересных моделей женских перчаток в качестве идеи источников вдохновения. Как связать крючком перчатки без пальцев? Перчатки без пальцев еще называют метенки. Вяжутся они просто, но выглядят очень стильно и дорого. Вот такие красивые метенки можно связать, использовав описание ниже. Само описание и вязание, а вот схемы, которые обязательно помогут вам. И по традиции, несколько фотографий готовых изделий. Как связать боксерские перчатки крючком? Вязанные боксерские перчатки вы не ослышались. И такие перчатки можно связать с помощью крючка. Выходить на ринг с ними было бы не очень разумно, но для легких тренировок или в качестве украшения для дома или сувенира, такие перчатки сойдут. Вот так вяжутся настоящие боксерские варежки. Субтитры создавал DimaTorzok